Дай почитать. Сирена Валентина пытается объяснить читателям, а где же та точка отсчета, после которой назад пути не бывает. И тут читателям лучше беречь свой рассудок, а то так и не разберешься, где какие волшебницы чудят и чего они добиваются. Попытка очеловечить леди Тремейн, на мой взгляд, не удалась. Она была замужем, была счастлива, но муж умирает, оставив и книгу волшебных сказок, и заколдованную брошь. Подруга, которой леди Тремейн приезжает погостить, пытается вернуть ей былую привлекательность и вытащить из мира отрицательных и горестных эмоций. История движется на удивление быстро и глупо. Героиня ничего не замечает. Ее доброта сводится к найму слуг, замене мебели и попытке подружиться с Золушкой. Если с бытовыми проблемами ей удается справиться, то с падчерицей решительно ничего не выходит. И тут главным злодеем оказывается бессердечный сэр Ричард, который выгоняет всех слуг, заставляет новую жену и ее дочерей выполнять всю работу по дому, не говорит ей слов любви, а наоборот унижает ее женское достоинство, постоянно напоминая об умершей жене и отбирает у нее все состояние. Вот и решает леди Тремейн при помощи злых колдуней умертвить муженька. Вот так. Но это не конец истории, а только ее начало. Изменить то, что написано в волшебной книге сказок, невозможно. И если тебе суждено стать или злодейкой, или принцессой, как бы ты ни противился, непременно и непреложно станешь. Все, что написано, сбудется. Такова великая магия слова. Леди Тремейн постепенно теряет рассудок, способность сострадать и добрые отношения к людям, даже к собственным дочерям Анастасии и Дризелле. Совершив один раз убийство, она готова убивать снова. Грустная история. Ее жизнь заканчивается, и она превращается в каменное изваяние. Но все остальные счастливы, в том числе и добренькая королева Золушка. Нет, не получилось перерождение. Зло остается злом. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!